Here we are! Всех хочу поприветствовать! Я выбрал значимые изречения высказанные Антоном, и хотел более подробно их разобрать. Не вижу смысла делать полный разбор, на это уйдет огромное количество времени, да это никому не интересно, но, на определенных вещах стоит заострить внимание. Такие эпизоды очень показательные и, говорят о многом. Вы также можете обратиться к комментариям под видео и это вам даст полную картину интервью. В моем обзоре мне будут помогать голосовые помощники. Итак, мы будем разбирать значимые изречения по моей версии. Эпизод 1. Вы сказали, что дело с человеком, который является свидетелем Иеговы, но не поддерживает некоторые учения свидетеля Иеговы. У меня к вам возникает встречный вопрос. Если он не поддерживает некоторые учения свидетеля Иеговы, то почему тогда он стал свидетелем Иеговы? В большинстве случаев, те учения, которые он не поддерживает сейчас, тогда были совершенно другими. Возьмем к примеру поколение. В 1994 году это учение состояло в следующем. Люди, видевшие 1914 год, увидят и пришествие Христа. Но уже в следующем году, понимание изменилось, поколение стало развращенным родом. Так было до 2008 года. В этом году свет истины, развернул ковчег спасения на 180 градусов. Теперь поколение олицетворяло помазанных христиан. Помазанные христиане, видевшие 1914 год, должны застать пришествие Господа. Но уже через два года в это учение было внесено изменение, да при том такое, какое противоречит как и здравому смыслу, так и Библии. За свои 25 лет пребывания в организации, я стал свидетелем меняющихся учений по два или три раза. Вот и ответ на твой вопрос, я не подписывался под этими теориями. Хотел обратить внимание на комментарии, кусь шмусь. В Библии не раз говорится о том, что Бог жалел о своих решениях, создал мир, утопил потопом, выбрал Саула, заменил на Давида. Почему же человек не может разочароваться в посвящении, иеговии крещении? Я думаю, что вы уловили основную мысль комметария. И дальше, кусь шмусь поясняет. Об источниках доходах ОСБ, членстве в ООН, двойных стандартах организации, сокрытии педофилии. И о многом другом, ничего не говорится заинтересованному. Зато информацию предоставляют однообразные с одного источника, самой организации. Например, что-то в этом роде. Я представляю, как сильно ты расстроилась. И я тоже хочу, чтобы ты узнала правду о нас. У меня предложение. Нам нечего скрывать. Нам нечего скрывать. Нам нечего скрывать. Внимательно слушай, что говорят на наших встречах. Понаблюдай, как мы общаемся друг с другом. Узнай, как финансируется наша деятельность. Познакомься со старейшинами и их женами. Пообщайся с районным и его женой, когда они приедут. Посети какой-нибудь филиал. Если хочешь, я поеду с тобой и буду рядом. Я искренне хочу, чтобы ты, как следует, познакомилась с нашей организацией. Тогда ты очень скоро увидишь то, что говорят эти люди, гнусная ложь. Вы можете придумать и что-то получше, но суть вы уловили. Политика ОСБ заключается в следующем. Предоставить заинтересованному отредактированную, неполную информацию. Сейчас я покажу вам слова одного человека. Мы можем по-разному к нему относиться, а также к его деятельности. Тем не менее его мысль заслуживает уважения. Аксиома, что все, кто никто не приходит. Все, кто приводит через обман, через сокрытие информации, через недобросовестную рекламу. Кстати, сейчас вы видите реальное увеличение высшего числа возвещателей, против крещенных за это время. Если убрать статистическую смертность 1%, то остальные были исключены, и большая часть из них по идеологическим мотивам. Вот, например, я вижу четкую разницу, что, например, у Бога есть имя, это принципиальный вопрос для меня. А, например, какие-то моменты, связанные с хронологией, там где-то... Антон, я услышал твои нотки сомнения, в хронологии. Но ведь это базис общества сторожевой башни. На этих подсчетах основаны самые главные и важные учения. Нет этой хронологии, нет и этой религии. И самое главное, ты знаешь, что счисления ошибочны и на это закрываешь глаза. Повторюсь, это учение является столпом сторожевой башни. А ты, сомневаешься в тихомолку, притом исключаешь и осуждаешь людей, которые говорят вслух то, о чем ты думаешь. Это лицемерие высшего проявления. Ладно, теперь поговорим о Божьем имени. Тебе лучше других известны следующие факты. Слово Иеговы это изобретение людей. Кроме того, это изобретение ложной религии. И это ты прекрасно знаешь. Даже поэтому, современные свидетели Иеговы не могут быть свидетелями Бога, потому что попросту не знают имя своего владыки, а используют прозвище этого мира. Иисус ясно сказал Богу, о своих последователях, я открыл имя твое человеком которых ты дал мне. Первые ученики знали Божье имя. Вы же знаете прозвище данное Богу этим миром и хвалитесь этим. Если для тебя этот вопрос принципиален, то ты должен отказаться от Божьего погоняла. Но зная правду, ты продолжаешь учить других людей лжи. Антон, я разочарован тобой, увы. Поэтому те, кто кричит, что я был с чем-то не согласен, меня исключили, извините, это неправда. Так просто не бывает. Но это откровенная ложь. Главным аргументом Антона является то, что он не встречал такие случаи. Он и Бога не встречал, но верит в него. В данный момент большинство исключенных тех, кто не соглашаются с новыми учениями организации. Бывают и те, кто осознал, что жизнь провел в лохотроне, поэтому начинают вести распутный образ жизни, и как следствие их исключают за блуд. Но это как следствие. Тех, кого исключают за прелюбодеяние, на порядок меньше, чем тех, кто уходит по идеологическим причинам, это реалии нашего времени. И Антон это прекрасно знает. Мне, например, попадалось видео с конгресса свидетелей Яговы, где показывается, значит, сейчас вспомню, по-моему, дочь звонит матери, значит, которая дочь исключенная, мать не берет трубку и делается комментарий, что вот как мать правильно поступила. Ну, лично мне как-то, ну, так, такой холодок был, когда я это видео смотрел, и мне непонятно, как вот объяснить с точки зрения христианства такого рода поведения. Как вы можете прокомментировать, объяснить это? Это видео нельзя абсолютизировать и доводить до догмата, как любое другое видео. Здесь берется конкретная ситуация. Взрослая дочь, живущая отдельно от родителей. Сначала ее выгнали из дома, вот о чем ты забыл сказать. Но перед вопросом, Павла, ты говорил о другом. Я вставлю этот эпизод. Это очень, знаете, очень нечеткое, потому что есть же случаи, где действительно необходимо поддерживать какое-то общение. Опять же, здесь существует целый большой список недоразумений и мифов, которые существуют. Допустим, родственникам нельзя общаться друг с другом, это не так. Те, кто живет в одной семье, там, мужа исключили или жену, нельзя общаться. Вообще неверно, потому что им как раз нужно общаться. Поэтому здесь ситуации очень и очень индивидуальны. Ну, мне, например, попадалось видео с конгресса свидетелей Яговы, где показывается, значит, сейчас вспомню, по-моему, дочь звонит матери, значит, которая дочь исключенная, мать не берет трубку и делается комментарий, что вот как мать правильно поступила. Ну, лично мне как-то, ну, так, такой холодок был, когда я это видео смотрел. И мне непонятно, как вот объяснить с точки зрения христианства такого рода поведение. Как вы можете прокомментировать, объяснить это? Это видео нельзя абсолютизировать и доводить до догмата, как и любое другое видео, здесь берется конкретная ситуация. Взрослая дочь, живущая отдельно от родителей. Если это видео нельзя абсолютизировать, то возникает резонный вопрос, а к чему еще нельзя прислушиваться? Кроме того, это твои слова. Араб наоборот ввел этот пример в догму и вот почему. На сайте Ассоциации бывших свидетелей я опубликовал небольшую заметку по этому поводу. Статья называется, «Непридуманные истории от руководителей сторожевой башни». Обратим на нее внимание. Папа и мама поняли, что им нужно быть преданными Егове, как Аарон. Они любили меня и хотели, чтобы я вернулась к Егове. Я пыталась звонить им, чтобы просто поговорить и услышать их голос. Я так скучала по своей семье. Их тоже тянуло ко мне. Но они знали, что если они хоть немного пообщаются со мной, просто узнают, как у меня дела. Даже эта капля утолила бы мою жажду общения. Возможно, я не стремилась бы тогда вернуться к Егове. Больше 15 лет я была исключена из собрания. Руководители взяли за основу реальный случай и эту историю рассказали в трех ипостасях. Вы можете поставить на паузу и подробно прочитать или зайти на сайт ассоциации. Повторюсь, одна и та же история, немножко переобутая, была представлена руководителями, своим адептам. Эта история является эталоном, как должны поступать действующие свидетели Еговы по отношению к своим исключенным родственникам. А ты говоришь, что нельзя абсолютизировать пример из духовного наставления от раба. Это видео нельзя абсолютизировать и доводить до догмата, как любое другое видео. Здесь берется конкретная ситуация. Взрослая дочь, живущая отдельно от родителей, заметьте, это уже отсекает другие ситуации. Потом, эта дочь, которая живет отдельно от родителей, не хочет обсудить какую-то такую тривиальную тему, не связанную со здоровьем или с чем-то серьезным. Я помогу привести другие источники и цитаты, говорящие о том, что если, например, исключенный родственник требует ухода по здоровью, то его родственники, христиане, должны за ним ухаживать, вплоть до того, чтобы переехать к нему и ухаживать за ним. А я тебе приведу пример, когда раб дает понять, что не стоит оставлять служение ради больного родственника. А может быть, мы служим полновременно, и наши родители серьезно заболели. В притчах 21.5 упоминаются торопливые, значит нам не нужно спешить с решением, что придется оставить полновременное служение. Тщательное планирование поможет нам добиться успеха. Итак, если вы полновременный служитель и ваши родители серьезно заболели, вас не призывают отдать силы и время близким. Даже если они сами являются верующими. А ты говоришь, что раб побуждает заботиться об заболевших исключенных. Вообще организация уникальна на советы, они могут противоречить сами себе. И это очень хорошо видно по тебе, ты выбираешь то, что тебе нужно на определенный момент. Когда будешь давать порицание, ты применишь случай с телефонным звонком как за аксиому. А для внешних ты говоришь так. Это видео нельзя абсолютизировать. Ладно, пойдем дальше. Выводы австралийской комиссии очень широко критикуются. И они очень сильно не соответствуют реальному опыту других свидетелей ИГОВы, которые извлечают этот вопрос. Я, например, точно знаю, что нет такого огромного количества педофилов среди свидетелей ИГОВы, как утверждает австралийская комиссия. Все эти случаи зафиксированы самим обществом Сторожевой башни в Австралии. Более тысячи педофилов и 1800 жертв, такие цифры обнародовала Королевская комиссия. Повторюсь, это только зафиксированные факты самим обществом Сторожевой башни в Австралии. Но для тебя главным аргументом является то, что ты не знал, если я не знаю, значит этого и не было, потрясающе. У меня есть наблюдение из жизни. Людям не нравится, когда их обманывают, но еще больше им не нравится, когда им открывают глаза на обман. Антон, тебе трудно принять эту правду и вот почему. Тебе вбили в голову об богоизбранности этой организации, поэтому ты не можешь сопоставить факты и предположения об избранности. Эти вещи просто не могут существовать в одной пло, с кости. Поэтому у тебя включился режим, отрицалого. Эти случаи зафиксированы самим обществом. И они не оглашались и хранились у старейшин собрания, лишь когда Королевская комиссия вынудила их предъявить, мы все узнали размах педофилии в отдельно взятой стране. Количество педофилов или потенциальных педофилов среди свидетелей Иегова ничуть не выше, как минимум не выше, чем в других религиях. Просто абсурдно и смешно говорить, что оно выше, чем в других церквях. Австралийская комиссия рассматривала ситуацию очень закрыто, не давала возможности свидетелям Иегова защищаться, не давала возможности приводить свои собственные доводы. Это не был судебный процесс, где была состязательность сторон. И снова ты лжешь. На сайте ассоциации я поместил заметку с официального сайта Королевской комиссии, она представила полный отчет о своей работе. Вы найдете множество документов, опровергающие слова Антона, ссылку можно открыть в переводчике. Кстати есть также стенограмма и вы можете воспользоваться переводчиком. На просторах ютуба, вы найдете запись заседания Королевской австралийской комиссии. Воспользуйтесь Яндекс браузером, и он сделает автоматический синхронный перевод. Ну а сейчас мы посмотрим, кто выступал от лица общества сторожевой башни. Какой ему задали вопрос и как он ответил. Антон дает ответ ради ответа, хотя он лично знает больше, чем среднестатистический свидетель. И в этом заключается его лукавство. Послушаем дальше его объяснение. То есть очень большие вопросы к австралийской Королевской комиссии существуют. И если вы почитаете такой труд Массимо Интравиния, итальянского социолога, который называется «Новые цюрихские гномы», где он очень хорошо рассматривает ситуацию с педофилией, в том числе с австралийской комиссией. Вы можете открыть Википедию и прочитать о его регалиях. Кроме того, в 1995 году Интравиния основал итальянский филиал Трансильванского общества Дракулы, историко-культурной ассоциации, объединяющий людей, интересующихся исследованием вампирского фольклора, и в частности легенд о Дракуле. Массимо Интравиния отстаивает интересы сторожевой башни в Европе, не забесплатно. Вы знаете, ситуация на самом деле не настолько простая, как ее пытаются представить в интернете. Я почти 30 лет общаюсь с свидетелями ИГОВЫ, и я только, ну может быть, слышал об одном или двух случаях педофилии среди свидетелей ИГОВЫ. В одном случае, и оба эти случаи не из России. Вот по моему личному опыту. Я просто не могу поверить. Знаете, я предпочитаю верить собственным глазам, да? Шикарный аргумент от религиозного человека. Я предпочитаю верить собственным глазам. Запишу себе в блокнотик. Ладно, давайте поговорим о фактах. Передо мной официальное обвинение против общества сторожевой башни. От лица пострадавших дело ведет юридическая компания Ирвина Залкина. Этот документ самый полный, и недавно был обновлен новыми обвинениями. Я вам покажу лишь один пример и переведу текст через переводчик Яндекс. Пункт 163. Сексуальное насилие совершалось от трех до пяти раз в неделю и включало, но не ограничивалось, садомией, изнасилованием, принудительным оральным совокуплением и мочеиспусканием Брикса во рту истца. Перевод очень корявый, но смысл понятен. Насильник испражнялся в рот потерпевшему и насиловал до пяти раз в неделю. Это все, что вам нужно знать, об обществе сторожевой башни и кого они защищают. Документ можете скачать на сайте ассоциации. Ну а эти судебные баталии происходят в Штатах. Я на официальном сайте юридической компании Ирвина Залкина. Страница открыта в переводчике Google. Кстати, общество сторожевой башни, уже выплачивает несколько многомиллионных штрафов. Многих насильников, даже формально не исключили из собрания. О них, даже не заявляли в полицию. Даже сейчас, старейшины должны позвонить в юридический отдел и получить оттуда инструкции, как поступать дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Корректор субтитров А.Семкин Корректор субтитров А.Семкин Продолжение следует...